В данных дел Эстонии Маргус Цакна призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию, так как в случае закрытия границ они не смогут вернуться домой. По его словам, Эстония готова оказать всестороннюю практическую помощь Финляндии, которая находится под организованной Россией, миграционной атакой и при необходимости закрыть границы с Россией. Россия ведет активную пропаганду там, откуда прибывают беженцы, о том, что они могут попасть в Ест через Финляндию и помогает им добраться до границы. Россия использует в качестве человеческого оружия невинных людей, заплативших за всю поездку. И Россию судьба этих людей нисколько не волнует. В то же время это особенно жестоко, потому что на улице стоят суровые зимние морозы. Финляндия решила к сегодняшнему дню закрыть все пункты пересечения границы. В то же время Россия, возможно, захочет жертв, чтобы использовать это в качестве пропаганды. Мы готовы оказать Финляндии всестороннюю практическую помощь и готовы при необходимости закрыть границы с Россией. Поэтому у меня очень четкая рекомендация – не ездить в Россию. Маргус Цакна, министр иностранных дел Эстонии на пресс-брифинге правительства. Но мы переходим к следующей теме, о которой поговорим детальнее. Эстония вслед за Финляндией может закрыть пропускные пункты на границе с Россией, а Польша устанавливает заграждения на границе с Калининградской областью. А все из-за наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытаются попасть в Евросоюз. Оба противостоят гибридной угрозе. Далее расскажет Кристина Домровская. После закрытия в Финляндии границы с Россией в Эстонии отметили рост движения через пункты пропуска на границе с Федерацией. По данным эстонской пограничной службы, на территорию страны уже пытались проникнуть группа нелегальных мигрантов из России. В Таллине заявили, что тоже готовы закрыть границу, если поток нелегалов увеличится. В ноябре 2023 года финское правительство приняло решение о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Федерацией на две недели. Работает только пропускной пункт на железной дороге для грузового сообщения. Финляндия пошла на такой шаг из-за резкого увеличения потока нелегальных мигрантов с территории России. По данным финских пограничников, в ноябре из Федерации в Финляндию пытались попасть почти 900 нелегалов, в основном из Йемана, Сомали, Сирии и Ирака. Россия не только пропускает через границу мигрантов или граждан третьих стран без действительных документов, но и мобилизирует людей для доступа в Финляндию и Евросоюз через этот маршрут. Мы считаем это гибридной атакой со стороны России и отреагировали соответствующим образом. Мы приняли решение закрыть всю границу, все пограничные пункты в направлении России, чтобы решительно заявить, что мы не можем мириться с этим явлением. Изоляция России продолжается. Германия приняла решение о закрытии генконсульства в Калининграде с 30 ноября 2023 года. Теперь консульские и паспортные вопросы в округе генерального консульства в Калининграде курируют генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а оформлением виз занимается исключительно визовый отдел посольства в Москве и сообщение на сайте генерального консульства Германии. В апреле 2023 Берлин объявил персонами Нонграда больше 20 российских дипломатов. В мае Министерство иностранных дел ФРГ анонсировало закрытие четырех из пяти генконсульств России в Германии, а также трех из четырех своих представительств Федерации. Следом за Германией другие страны ЕС выслали российских дипломатов. А 30 ноября Болгария отказалась пропустить самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он летел в Северную Македонию на ежегодную встречу ОБСЕ на уровне глав дипломатических ведомств. В итоге пришлось лететь в Скопье через Грецию. Дело в том, что на борту помимо Лаврова присутствовала представитель российского МИДа Мария Захарова. В Министерстве иностранных дел Болгарии подчеркнули, российские дипломаты находятся под санкциями ЕС. Тот факт, что господин Лавров может поехать, объясняется специально предоставленными ему исключениями. Для участия в двухдневном форуме. Мария Габриэль, министр иностранных дел Болгарии, в комментарии агентства «Бломберг». По словам главы европейской дипломатии Жизепа Борреля, участие министра иностранных дел России во встрече ОБСЕ – это возможность еще раз донести до Москвы позицию Европы, которая осуждает войну России против Украины. Кристина Домбровская для телеканала «Фридом». Детальные темы будем обсуждать с нашим гостем Александр Левченко. С нами на связи дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцеговина в 2010-2017 годах. Александр Михайлович, здравствуйте, рада вам в эфире «Фридом». Доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Мы использовали в названии этой темы такое словосочетание «железный занавес». Официально, ну, по крайней мере, российские историки так считают, «железный занавес», а с ним и «холодная война» начались буквально с 5 марта 1946 года с выступления Уинстона Черчилля, уже на тот момент бывшего премьера Великобритании. В фултонской речи использовалось вот это словосочетание «железный занавес». Но для этого, до этой речи, которую считают началом «холодной войны», было сделано и со стороны Запада, и со стороны Советского Союза, ну, разные взаимодействия, если мягко так можно сказать, в отношении друг друга, в плане вот этой политики взаимодействия. Можем ли мы говорить, что вот нынешнее положение России, а именно ее дипломатии, оно уже, ну, скажем так, благоволит вот этому «железному занавесу»? И для кого этот «железный занавес»? Для обычных граждан России, либо же в целом для кремлевских деятелей? Ну, вы правильно сравнили с «железным занавесом», который начался с 1946 года, речью Черчилля. Ну, сейчас ситуация немножко другая, но мир не воспринимает политику, которую ведет Кремль. Кремль ведет себя агрессивно и реализует свои задачи за рубежом, через свои посольства, которые наполовину состоят из представителей внешней разведки и военной разведки. Это раздражает страны Запада, потому что они занимаются деятельностью, которая несовместима с статусом дипломатов. Поэтому практически все страны Европы, кроме Венгрии, выгоняли всех этих шпионов, отправляли их с котомками домой, там пусть тренируются и шпионят за кем хотят. Поэтому к дипломатам российским сейчас особые отношения. Доверие они потеряли окончательно. Ну, а то, что занавес спускается, оно только из-за действий самой России. Ну, не делали бы они эту спецоперацию с йеменскими гражданами, там и с сомалийскими против Финляндии. Наверное, эти пункты пропуском на границе работали. И решили схитрить, как всегда, послать группу людей. Причем же это их специально уербовали в этих странах, которые приняли в Москве, организованно туда доставили, чтобы они шли в поисках новой, хорошей жизни. Но, как оказалось, все это бесперспективно. Ну, и в прошлый раз мы говорили, что нужно напрячься Эстонии и Латвии. Ну, видите, уже Эстония напряглась, потому что их частично стали перекидывать, потому что это относительно близко к эстонской границе. Не получится там, будут пробовать к Латвийской. И что дальше? Может быть, в Беларусь повезут, в Беларуси, в Литву и Польшу пробовать пробиваться. Ну, вот такая политика того, чтобы как бы деструктивно внести напряженность в отношениях и помешать странам Евросоюза спокойно заниматься своими делами. Но все готовы уже, знают эти проделки российских чекистов и, соответственно, реагируют на все это студия. Александр Михайлович, если сравнивать, да, вот железный занавес советские времена и железный занавес с нынешними российскими, путинскими временами, видите ли вы отличия? Если смотреть по геополитике и по большим институциям, Советский Союз, Совбезия, Организация Объединенных Наций, других институциях ООН в том числе, и Россия находится в Совете Безопасности ООН, несмотря на неспровоцированную и полномасштабную агрессию против Украины, и в плюс еще ряд организаций, где Россия все еще присутствует. Банально тоже ОБСЕ, вот о котором говорили наши коллеги. Железный занавес нынешний не должен ли отличаться тем, что Россию постепенно будут исключать из вышеупомянутых мной организаций, ну и еще тут можно добавить, наверное, десятки таких же? Ну, понимаете, во многих организациях нет процедуры исключения. Так что, второе, ну вот в ОБСЕ вы видите, демарш постоянный происходит с украинской стороны, со стороны стран Балтии, потому что они первые под ударом российским возможным. Поэтому министр основного отдела Украины, стран Балтии и Польши, которая тоже... граничит с Россией, вот они не поехали вскопием на этот саммит. Они были представлены посла. Вместе с тем, конечно же, нужно понимать, что времена отличаются. Железный занавес сейчас и в 46-м году. В 46-м году это было жесткое отношение к той агрессивной политике, которую Советский Союз стал вести в отношении стран Восточной Европы. Он пришел якобы как освободитель от нацизма, а там фактически через советские оккупационные войска стал формировать правительство, лояльные Москве. Это настолько взбесило демократический мир, что вот они решили, что с Москвой договариваться очень сложно. Она постоянно обманывает. вспомнили фразу Бисмарка от конца XIX века, что любой договор с Россией не стоит бумаги, на которой он подписан. То есть это историческое мухлёбство, которое действует. Кремль пытается получить что-то дополнительные очки, дополнительные территории, дополнительное влияние. Сейчас ситуация, конечно же, немного другая, но, по крайней мере, все реагируют на то, как ведет себя Россия, как она ведет себя в Совете Безопасности, как она ведет в ОБСЕ. Лавров заявил, ну отстаньте от меня, пожалуйста, наконец-то, оставьте меня одного. Но видите, с ним-то никто там, кроме Беларуси, особо и не общается. Ну, нужно довести ситуацию, чтобы на какой-то конференции прибыл Лавров и общался сам с собой в студии. Александр Михайлович, а мы сейчас говорим о том, что, да, действительно, Россия, она становится токсичной, от нее дистанцируются страны Европы, цивилизованный мир. Или Россия также сейчас наряду с этим какие-то принимает сейчас меры по такой самоизоляции от внешнего мира? Да нет, им самоизоляция не нужна. То есть они лезут куда только можно. И, так сказать, где можно, они присутствуют. Поэтому самоизоляция во время интернета, во время всех этих дел, она ни к чему хорошему не приведет. Кремль это понимает, потому что можно так уйти в самоизоляции и там в ней остаться на долгие годы, пока в России не произойдут демократические перемены. Поэтому самоизоляции вряд ли. А вот постоянно использовать какие-то площадки международные, тоже ООН, ОБСЕ и так дальше, Россия будет. И, скорее всего, она будет доносить с этих площадок сигналы не столько международному сообществу, сколько своим гражданам. Россия уже потихоньку готовится к выборам. И нужно показывать картинку, что Россию где-то принимает, и кто-то слушает. Потому что не будут показывать, что когда выступала Лавров, часть делегаций вообще вышли из зала. Нет, просто покажет, Лавров что-то рассказывает. И вторая картинка – зал, который сидит и якобы Лаврова слушает. Студент. Михайлович, о людях вы вспомнили. Некоторые представители российской оппозиции говорят, что Запад действует по отношению к гражданам России, которые не поддерживают агрессивную политику Кремля, довольно цинично. Как и во времена еще советской. Тогда идеологии советской оккупации других государств, в принципе, советского режима. С одной стороны, говоря о том, что да, России нужна демократия, россиянам нужна демократия. России нужна свобода от кремлевского режима. С другой же стороны, страны Европейского Союза закрывают границу с Российской Федерацией, таким образом перекрывая буквально вот этот последние глотки воздуха для тех россиян, которые могли бы покинуть Российскую Федерацию и не попасть под мобилизацию. Вот такие тезисы ныне в том числе и говорятся и гражданам России, которые не поддерживают Кремль. Как вы знаете, Freedom тоже смотрит граждане Российской Федерации. Как вы можете объяснить им вот этот тезис? Европа борется, в целом западный мир борется с кем? С Кремлем? С Россией? С россиянами в целом? Ну, на Западе, насколько я заметил, им есть понимание различия. Тем более, вначале это была вообще повальная точка зрения, что надо отделить Путина от Россиян. Но у Путина там рейтинги, им за Путина голосуют, и кто там против него голосует, вообще вопрос, есть ли такие люди, они просто боятся этого. Кто-то хочет уехать из России, кто хотел, уже уехал. Никто не ждал столько времени, чтобы просто уехать. Просто люди, живущие в районе Петербурга, в этом регионе, не привыкли ездить. В Финляндию, жить нормально пару дней, если у тебя есть деньги, что-то разлиться и так далее, возвращаются назад. Но позволить себе это могут только люди достаточно зажиточные. Поэтому те, которые хотят якобы просто уехать и не хотят проживать в России, ну, вы видите, Финляндия сейчас это не тот рубеж, куда нужно двигаться. Еще есть возможности куда-то выезжать. Открыто пока Латвия, но там тоже будут внимательно смотреть, потому что, ну, есть уже уровень доверия к тому, как себя ведут российские граждане за рубежом. И вот начало войны против Украины и постоянные массовые манифестации российских граждан там во Франции, в Нидерландах, в Германии особенно показали, что они поддерживали войну, причем в большом количестве. И в этом плане дискредитировали, может быть, какую-то часть людей, которые не поддерживали войну, но те, которые не поддерживали войну, они не заявляли об этом, старались как бы все тихонечко пересидеть. Но, понимаете, уже приходит время, когда тихонечко пересидеть не удастся. Если ты молчишь, значит, молча соглашается с тем, что говорит большинство. Студия. И вместе с тем мы сейчас сможем в продолжении этой темы создать какое-то впечатление о том, чего лишает своих граждан Кремль, вот этой неспровоцированной агрессии против Украины, вот этими гибридными напряжениями мигрантскими на границах с другими государствами. Ну, понятно, что Кремль ведет свою политику, с другой стороны, у граждан есть паспорт, куда-то они могут уехать. У вас были сюжеты, что не даже там, кто живет в центральной, туда ближе к востоку, части, даже в Казахстан выезжает, куда угодно, лишь бы перебраться из России. Это их право. Ну, националисты, шовинисты в России называют их предателями и так дальше. Вот нужно жить так, как нужно жить. Путин поощряет шовинизм и недавно опять говорит свои небылицы о том, что русский какой-то особый народ, который вообще там чуть ли не не верх цивилизации, который ведь должен вести всех куда-то вперед, ну, вперед в зеркальном смысле это назад. Поэтому сейчас у России количество друзей сокращается. Но она еще есть там Беларусь, есть еще Никарабуа, есть Северная Корея, есть Иран, Тирия. Ну, туда российские граждане не очень стремятся ехать, вы понимаете, все хотят поехать в страны вот загнивающего запада, как пропагандисты кремлевские говорят. Все хотят детей отправить именно туда учиться, бизнес вести, то там но оказывается, что в нормальных условиях мира Боже мой, приезжайте, делайте бизнес и так далее. Во время войны и того, как Россия себя ведет в отношении не только к Украине, в той же Балтии, эти угрозы в отношении Финляндии постоянно звучали и так дальше, имеет свою рефлекцию и реакцию финских властей, эстонских властей, но и в той же Германии вот уже куда российское лобби не имеет такого влияния, потому что оно себя дискредитировало поддержкой агрессивной политики Кремля. студиям. Александр Михайлович, в конце. Я думаю, вы знаете об этом материале от Wall Street Journal, о том, что время прекратить думать, что Россия проиграет каким-то волшебным образом. Путин выставил и ухватка тверда, которая вышла буквально некоторую неделю, по-моему, тому назад. Накануне также на De Economist вышла статья, которая называется «Путин, похоже, побеждает в войне в Украине, но на данный момент», говорит редакция De Economist. В целом, главная мысль обоих материалов и мнений, которые все чаще звучат от экспертной среды ваших коллег-дипломатов на разных площадках, это то, что отсутствие стратегического видения того, как Путин, Россия, в целом, Кривлевский режим должны проиграть, и оно попросту отсутствует, это стратегическое видение. И просто словами о том, что Украина уже стратегически побеждает, ну, вряд ли мало, это, в принципе, помогает на том же фронте. Как говорят представители также оппозиции российской, да, против экономики России введены санкции, да, есть ограничения в плане дипломатов и прочее, прочее, но путинский режим выстоял, несмотря на более чем 15 тысяч санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, в разных абсолютно сферах. Наступает 2024 год, мы видим многие изменения в европейской политике в том числе. Как вы видите, вот это новое, не стратегическое, а тактическое видение в краткосрочной перспективе изменения политики со стороны Европы, со стороны США по отношению к России, которое реально может не просто как-то по капельке уничтожать кремлевский режим, ну, хотя бы на корню, хотя бы вот в таком плане, как вы думаете? Ну, на корню это полностью, я прошу прощения, да. Поэтому пока по капельке понятно, что словесная поддержка вербальная очень хорошо, и спасибо за это странам-союзникам, но у Кремля тоже есть союзники, они такие, так сказать, конкретно, Северная Корея дала миллион снарядов, коллективный Запад никак это количество не может собрать. Иран дает ракеты там, ну, пока под вопросом шахеды, которые терроризируют Украину. А мы с нашими союзниками договариваемся о том, они боятся, что, не дай Бог, какие-то дадут ракеты, которые будут использоваться против территории самой Российской Федерации. Поэтому, конечно же, хотелось бы в том, что поддержка Украины была более реальной в военном смысле, но посмотрим, как оно будет и так дальше. Но экономия средств и финансов для Запада может обратиться также большой тратой средств и финансов. Потому что, если Российская АМО пройдет дальше, то на крыльях какие-то свои побед они пойдут уж точно на Прибалтику 100%, а куда дальше, там часть Польши и так дальше, там уже будет видно Финляндия под ударом и так дальше. Так что впервые на саммите Совета Украина-НАТО часть делегаций заявили о том, что Запад должен куда более решительно в военном смысле поддержать Украину. Выступил министр иностранных дел Великобритании и сказал, слушайте, у нас экономика стран НАТО в 30 раз мощнее российской. Ну, конечно же, мы можем выделить больше средств, надо выделять на вооружение, оборону. Наверное же, мы можем больше помочь Украине. Так давайте это сделаем студентам. Александр Михайлович, спасибо большое за то, что к нам присоединились. Александр Левченко, напомню, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Боснии, Герцеговине в 2010-2017 годах присоединился к нашему эфиру говорили о так называемом новом железном занавесе.